Успенская больше не королева шансона. На нашей эстраде в почете короли, императрицы и прочие монаршие особы. А вот любовь Успенская на днях взяла да и отреклась от короны. Я больше не королева шансона. Ошарашила певица. Это место вакантно, могу продать дешево с летней скидкой. Что же подвигла Любу-Любоньку на такое смелое заявление? Во-первых, она кардинально пересмотрела звучание своих главных хитов и придумала им новую, чисто роковую аранжировку. Я записала много новых песен. Попробовала себя даже в хип-хопе, рассказала Успенская. Я не боюсь экспериментов. Поэтому корону королевы шансона снимаю. Ухожу из этого королевства. Иду все выше и выше. А несколько композиций, которые для меня в этом жанре недавно написали авторы, подарила певица Славе. Пусть она тоже попробует. На осень у Успенской запланирован большой тур по ее родной Украине. Любовь – одна из немногих российских артистов, которая не закрыт въезд в страну. Поклонники – не жалейте денег на мой концерт. Он того стоит. Призывает певица и обещает удивить не только звучание, но и сменой имиджа. Любовь Успенская – светская и российская певица. Известна исполнением песен в жанрах русского шансона. Вон и романса, и неоднократным победам на музыкальной премии «Шансон года». О любови Успенской можно снять сериал или написать роман. Настолько богата крутыми поворотами судьбы ее интересная жизнь. Бурные романы из-за мужества, предательства, приключений, счастья и страданий – было все. Любовь Залмановна Успенская родилась в Киеве 24 февраля 1954 года. Любовь считала ее своей матерью. Мать Елена Чайка умерла, и девочку воспитывала бабушка. И только в подростковом возрасте ей рассказали правду. Отец Залман Сицкер работал директором фабрики бытовой техники и всегда гордился музыкальными талантами дочерей. Именно он впервые привел Любовь в ресторан, и чтобы похвастаться перед друзьями, попросил ее спеть. Любовь Успенская спела и так понравилась зрителям, что со сцены ее не хотели отпускать. Директор ресторана предложил ей работу певицы. Она с радостью согласилась. Ради работы она пропускала занятия в музыкальном училище. Кстати, в музыкальной школе девочка училась в классе вояна. Это был не ее выбор. Родственники хотели, чтобы в память о дедушке, профессиональном музыканте, она также освоила народные инструменты. Семьи Любу любили, но и бабушка, и отец старались навязать ей собственное мнение и модель поведения. С тех пор, как она узнала правду о родной матери, родившей ее в тюрьме и безвременно покинувшей мир, что-то изменилось с Любе. Раннее взросление привело к тому, что она стала бунтовать, желая все важные решения принимать сама. Творческая биография певицы началась в родном городе. Любовь Успенская пела в Киеве. Выступления в ресторанах позволяли зарабатывать неплохие деньги. Но все же девушка мечтала уехать, чтобы вырваться из-под родительской опеки. Ее мысли быстро переросли и материзировались. В общем, обладая сильной энергетикой, эта женщина всегда получает желаемое. В ресторане ее услышали музыканты из Кисловодска и позвали в свой город. Недолго думая, Любовь соглашается и в 17 лет едет в Кисловодск, начинает самостоятельную жизнь и строит карьеру певицы. Там она тоже поет в ресторане и быстро набирает популярность. Бабушка и отец выступают категорически против и даже едут за Любой на Кавказ. Но поняв, что у нее все хорошо, на работе ее любят и ценят, они дают ей свое благословение. Проработав Кисловодске, певица едет в Ереван и там становится местной звездой. В ресторан Сытко ходят специально, чтобы послушать ее. Но власти намекают, что манера петь и двигаться далека от правильной советской школы. В конце концов, Любовь Успенская не выдерживает прессинга и уезжает из страны. Год она провела в Италии в 1978 году. Пунктом назначения стала Америка. По призначению певицы, это была поездка в никуда. Она рискнула и выиграла. Только вступив на американскую землю в аэропорту, она поняла, что не пропадет. Ее встретил директор русского ресторана в Нью-Йорке и пригласил работать. Помогли связи, друзья-музыканты из Кисловодска, переехавшие в Америку задолго до... Рассказали о ней директору, как о блестящей артистке. Успенская занимается творчеством, записывает несколько альбомов, песни для нее пишет Вилли Токарев, а Михаил Шуфутинский приглашает спеть дуэтом. 8 лет, Андалана, США. Первый альбом певицы выходит на английском языке в 1985 году и носит название My Loved One. Второй переводит это название на русский язык. В 1993 году выходит пластинка Любимый. Успенская поет песни, включая заглавную композицию альбома Любимый на родном языке. В этом же году выходит еще один диск, не забывай. В начале 90-х певица приезжает в Москву. Здесь Любимый Успенская начинает выступать с концертами, записывает новые песни и музыкальные видео, становясь все более знаменитой. В 1994 году исполнительница выпускает два сборника песен «Госсарская рулетка» и «Кабриолет», который получил второе название для англоязычных поклонников «The Best». В 1996 году певица издает альбом уже под лейлом «Союз». В этом году увидел свет диск «Карусель», а следующий альбом «Пропадаю я». Песня «Пропадаю я» приносит певице невероятную популярность. Авторами музыки и слов, представленных на этих дисках композиций, стал Игорь Азаров и Регина Лисиц. Поздние они поучаствовали в записи еще трех альбомов артистки. В новом тысячелетии певица продолжает выпускать альбомы. В 2002 году Успенская представляет пластинку «Экспресс Монте-Карло», а в 2003 следующий диск «Горький шоколад». С 2003 года Любовь Успенская регулярно получает музыкальную премию «Шансон года». В этом же году премией отмечена песня «Облага», а в 2004 – «Единственному нежному». В 2005 году певица не выиграла эту премию, но с 2006 начала получать награду «Шансон года» ежегодно на протяжении более 10 лет. В 2007 году Любовь Успенская презентует сразу две новых песни. Это альбом с заглавной песней «Единственному нежному» под наименным названием «Куда вошли треки гитара», «Тонкий лед», «Забываю» и «Пластинка карета». В 2010 году артистка выпустила альбом «Лети моя девочка». Представлены песнями «Моя осенняя любовь», «Скрипка». В этом же году Любовь получила две премии. «Шансон года», одну за песню «Первая любовь» в дуэте с Вячеславом Медеником, вторую за сольную композицию «Лети моя девочка, лети». В 2012 поклонники услышали новую композицию «История одной любви», а затем и другие песни Любови Успенской на наименном диске. В 2014 году знаменитость записала песни «Я того же его люблю» дуэти с Ириной Дубцовой и «Циганская». Ставра возвращается. Спустя год, который Любовь исполнила за исполнение этих музыкальных композиций, артистка вновь удостоила престижных национальных премий. Певица – честный гость знаменитых музыкальных фестивалей. На новой волне 2015 года Любовь Успенская исполнила песню «Забываю» совместно с Филиппом Киркорбом. А в 2016 на этом же мероприятии выступила совместно с Домиником Джокером с композицией «Но где ты был?». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова